Конкурс ювелиров открылся сегодня в Манеже. Мастера огранки и камней приехали со всего мира. Претендуют на всеобщее признание. Главный приз – фигурку Грифон Олимпус, а это почти килограмм чистого серебра. На главный приз 17-го международного конкурса «Петербургский» Олимп претендует 200 камнерезов и ювелиров. Такое количество работ жюри пришлось оценивать впервые. Специалистам Кремля и Эрмитажа в этом году работать архи сложно. В витринах Манежа авторские решения в традиционных материалах и совсем нетрадиционных для ювелирного искусства. Эта витринная коллекция называется «Раздельный сбор мусора». Я думаю, что экологическая тема, которая сегодня мощным трендом проходит везде, такое направление и в моде, и в ювелирном искусстве, это использование материалов, это ресайклинг, да, использование каких-то материалов, которые уже, смотрите, побывали в жизни. Ну, Шумякинская выставка же открылась мраморным, почему ювелиры не могут? Члены жюри оценивают не только материал, но и саму идею. Черный юмор в виде хрустального черепа или противогаза, сделанного витиеватой сканью, тоже отметили. За рамки конкурса вынесли сенсационный экспонат. Граненый черный жемчуг диаметром 18 мм из разновидности Таити. Автор Виктор Тузлуков – победитель международных состязаний по огранке в США, Англии и Австралии. Публику удивляет и фианит в 500 каратов. Аксид циркония, названный по имени физического института Академии наук, где был изобретен, сегодня популярен как имитатор бриллиантов. По показателю преломления и дисперсии искусственный камень аналогичен настоящему. Даже специалисты могут отличить созданное человеком от природного с помощью детектора теплопроводности. Мастер из кармана достал то, чего мир пока не видел. Фианит 720 каратов и 700 граней ручной работы. Вас еще ждет прогноз погоды. Следующий выпуск новостей из Петербурга на канале НТВ смотрите завтра в 15.30. Главные новости доступны в нашем сайте и адрес на экране. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин